Здарова продавилы, сегодня у нас распаковка. Начнем с этого пакета, посмотрим что там внутри, ну и конечно же знаю что там внутри. Давайте вам покажу сейчас. Здесь у нас, здесь у нас, вы уже наверное догадались, это аэрационный диск. Сейчас открою. Аэрационный диск 20 сантиметров в диаметре. Друзья, ну и в процессе монтажа я понял, что на самом деле заказывал 215 диск, а по факту, как вы видели, диаметр диска 20 сантиметров. Об этом стоит мне обязательно вам сказать, потому что я в дальнейшем вроде бы как рекомендую этого продавца, но имейте ввиду, что на самом деле диск будет не 215, а 200. Я конечно же напишу продавцу, возможно открою спор, если кому-то интересно расскажу об этом. Ну в принципе все все то же самое, что и большой аэрационный диск, который я до этого вам показывал. Диски, которые устанавливал ведро для удобства монтажа в пруду, в принципе это его младшая копия. Мембрана из бутилка учукового материала, в принципе все тут ничего сложного. Внутри есть клапан, три четвертых резьба, на которую, соответственно, можно подключить удобные для вас соединения, для того чтобы потом расположить этот диск в пруду. В реальности проверю потом как-нибудь попозже. Ну а пока, в общем-то, кому интересно, могу оставить ссылку в описании, кому нужны такие диски аэрационные. Вот в общем-то уже проверенный продавец, я с ним провел переговоры, он вроде бы даже обещал делать какую-то скидку дополнительную для моих подписчиков. Ну главное, чтобы доставили и главное, чтобы в общем-то работало. По большому счету, если уже проверенный продавец и поставка приходит вовремя, то в принципе неплохо. Доставили буквально что-то за неделю курьером, в общем-то, что тоже хорошо. Теперь давайте перейдем вот к этому пакету. Что же в нем? Сейчас распакую, аккуратно разрежу. Ну хорошо упаковано, видите, в пупырку запаковали. Что же там у нас такое? Вот я уже вижу содержимое. Сейчас аккуратненько. Вы уже, наверное, догадались, да, друзья? Что там внутри? Опа, что это такое? Какая-то трубка. Но это, нет, трубка там не должна была быть. Видимо, это для транспортировочной какая-то труба. Китайцы запаковали, конечно, не слабо. Первая сетка у нас пошла. Так, значит, что у нас здесь? Маркировки нет, похоже никакой, только остается. А, нет, есть что-то. Давайте посмотрим. Так, есть какая-то маркировка. Что это обозначает? Блин, видимо, цифра 40, но это МЕЖ. То есть, а меры измерения ячейки вот. 40 соответствует, по-моему, 300 или 280 микрон. Я вам вот здесь вот в уголке приведу табличку. Вот. А сетку эту можно использовать для того, чтобы... Ну, давайте я в конце расскажу, для чего можно использовать и как. Перейдем к следующей распаковке. Что тут еще у нас есть? Есть надрез, как сказал хирург. Еще одна сетка из 50 МЕЖ. Это, по-моему, как раз около 320 микрон. Опять же, в табличке вы увидите все это дело. Вот такие нейлоновые сетки, из которых можно будет сшить мешки, либо для фильтрации мешки в коллектор, либо мешок. Ну, вот, например, как вот видите, вот мешок в такое ведерко можно сделать. Вот. Еще вариант. Сейчас вам прямо, друзья, на ходу тут покажу вариант использования оперативного. Как можно сделать быстро фильтр. Фильтр тонкой очистки для своего пруда. Для этого вам потребуется... На ходу вам... На ходу придумываю. Вернее, нет, я знал об этом. Вот такое ведро. Корзина. Можно такое, можно другое. И вторая же такая же корзина, да. И самый простой вариант, самый быстрый и простой вариант сделать фильтр для вашего пруда, это поступить вот таким образом. Все. Вот у вас готов фильтр, который, в принципе, удобно промывать. Можете еще отверстие здесь сделать. Вот. И через дно у вас будет тогда пропускаться вода, фильтроваться, да. Вы можете потом достать... Ну, то есть сюда поступает вода у вас, а потом она через вот эти вот отверстия уже поступает непосредственно в пруд. Это как бы быстрый колхозный вариант, но если вам это необходимо сделать оперативно, вы можете это сделать. Вот. Просто так сетку положить тоже можно, конечно, да. Ну, вот как бы, может быть, не очень удобно ее потом доставать, как-то промывать. А тут вы, оп, взяли, керхером там или чем, щеткой помыли, снова поставили. И, в принципе, можно работать. Ну, и также из этой сетки вы можете сшить какие-то мешочки дополнительно по размеру, по тех задач, условно говоря, которые вам нужны. Так. Ну, посмотрим, что еще у нас здесь. Еще в посылке у нас, значит, была тоже сетка, но эта сетка уже не нейлоновая. Сетка другая, из другого материала. Сейчас я ее достану. Вы тоже ее увидите. Колючая зараза. Колючая зараза. Хотя, конечно же, с новых вещей приятно снимать какие-то пленочки. Многие это любят делать. Ну, вот ненавижу я снимать пленку с окон пластиковых. Друзья, если, конечно, забыть снять пленку с окна пластикового, особенно с уличной стороны, потом, конечно, ужасно все это дело отдирать. Монтажники тоже не любят снимать эту пленку. Фиг заставишь, как говорится. Так, у нас тут, что у нас тут подписано? Ничего не понятно. А, 60 меш подписано. Ну, как я уже говорил, по таблице вы увидите, сколько это микрон. Не буду сейчас врать. Там что-то, по-моему, около 400 микрон. Зачем нужна эта сетка мне? Ну, она мне нужна для того, чтобы как раз сделать фильтрацию. Расползается она по краям. Сетка эта. Так, уберу я, чтобы не мешала вам смотреть. Сетка вот таким образом, смотрите, выглядит. Размер ее 50 и ширина и метр длина. В принципе, вот таким же образом можно эту сетку применять для того, чтобы сделать фильтр подобный, который я уже показывал. Ну, то есть, вот такой фильтр, да. Ну, просто меньшего размера, сами понимаете. Вот. Потом можно применять еще в других конструкциях. Ну, в том числе, это также для фильтрации. И вот у меня еще сетка на 80 вот этих единиц измерений. Меш. Не совсем популярный у нас в России. Ну, вот китайцы применяют такую терминологию. Такие единицы измерения. Вот, кстати, могу показать, друзья, вот такой вот фильтр. В принципе, тоже простая конструкция. Я не знаю, для каких целей может понадобиться. Ну, вероятно, для фильтрации может быть в том числе... Ну, то есть, это напорный фильтр, да. То есть, вы под давлением подаете воду сюда. Там в трубе отверстие, я не знаю, если видно вам. Ну, и, соответственно, вода фильтруется. Также можно промывать этот фильтр. Естественно, можно сделать большого размера, 110-ю трубу. Ну, то есть, если у кого-то стоит задача сделать напорный фильтр именно механически для каких-то целей. Может быть, не для прудовых. То, в принципе, вот такая конструкция, видимо, может иметь место. Здесь пластиком спаяно. Под хомутом тоже герметик. И на хомуты посажена вот эта нержавеющая сетка. Ну, в том числе, можно применять и вот такую сетку. Это немножко другого сечения. И толще здесь применяется пруток. Это немножко мягче сетка. Она, смотрите, такая гибкая. Но, я скажу вам, по качеству вроде бы неплохая. Ну, посмотрим, посмотрим. Сделаю что-то из нее, уже тогда покажу какое-то изделие готовое. Друзья, ну что, подытожим. Две посылки. В одной был вот такой вот аэрационный диск на 20 сантиметров. Ссылку оставлю в описании, кому интересно. Вот. Попробуйте тоже скидку запросить. Ну, и вот такие вот сеточки. Нержавеющая сетка. Ну, там, условно, там я брал 300-400 микрон в этих пределах от 280. Синтетическая нейлоновая сетка. Вот. Которая, в том числе, может применяться и в пищевой промышленности. Ну, не промышленности, а я имею в виду, дома можете применять. Для каких-то, для фильтрации, там, не знаю, для сыра, для процеживания каких-то. В том числе, там, солод. Не знаю, кто там виноделием занимается или соками. Вот такие посылки. Друзья, кстати, у меня еще есть одна распаковка аэрационного такого диска на 300-300 миллиметров. Посмотрите там в плейлисте. Могу оставить ссылку в описании, кому интересно. Вот. Ну, и, в принципе, друзья, скажите, если интересен такой формат. Если распаковки вам интересны, то буду тогда как-то более час чаще их выкладывать. рассказывать о своих каких-то покупках, которые применяю потом в пруду. Может быть, там, про аэрационную помпу рассказать, про компрессор, может быть, про насос. Вот. И, кстати, скоро на канале у меня появится несколько обзоров и по прудовому пылесосу, и по прудовому оборудованию. Так что, друзья, если кому интересна эта тема, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Не забывайте написать комментарий. Вот. Любой комментарий, вопрос. Это очень помогает в продвижении моего канала. И, так скажем, в доступности информации, которую я предоставляю вам и вообще всем желающим. Сейчас в конце будут пару смешных моментов. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Увидимся на просторах Ютуба. Пока-пока. Пруд пруди, всем прозрачной воды. Ну, ты можешь кидать, в принципе. Короче, у нас, как всегда, распаковка. Распаковка. Распаковка собаки. Здорово, Пудодев. Сегодня у нас распаковка. У нас закидание собаку. Галь, ну ты смотришь. Как сейчас тебя приметили. А можешь кинуть ему как бы сверху вот так? Что у тебя по голове приметело? Нет, вот так. Ты смотришь. Покинуть. Покинуть. М initial看 Millionen, я уже сам R2,000. Ну ты смотришь. Покинуть. Покинуть. Не смотришь. Продолжение следует...